Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Углук! Сегодня у нас заключительная серия по первому Старкрафту. В прошлой серии Объединенный Земной Директорат разгромил войска зергов на планете Чар и подчинил себе сверхразум. И в этом ролике мы узнаем, что было в компании за зергов в Старкрафт Брутвар. Всем приятного просмотра! Войска Объединенного Земного Директората заняли планету Чар и подчинили себе стаи зергов, покорные молодому сверхразуму. С помощью мощного пси-аннулятора Директорат не дал Керриган получить контроль над оставшимися стаями, став доминантной силой во всем секторе. Керриган, нашедшая неожиданных союзников, планирует уничтожить пси-аннулятор и освободить сверхразум от контроля ОЗД. И вот мы в роли Церебрала ведем диалог с Керриган. Она оборвала нашу связь со сверхразумом и нашими сородичами. Это было сделано для того, чтобы ОЗД не подчинили наш разум. И тут вмешивается в беседу наш давний знакомый Самир Дюран. Оказалось, он служит Керриган. И тут еще одни дружки подвалили Рейнер вместе с Фениксом. Керриган предлагает разгромить ОЗД, так как ОЗД на зергах не остановится и будет захватывать другие планеты. Тут Дюран докладывает нам неприятную новость. Сигнал пси-аннулятора достиг планеты Торсонис. И стаи зергов, обезумев, начали пожирать друг друга. И вот Керриган дает нам первое задание. Собрать зергов, которые еще подчиняются нам, и спасти Улья от уничтожения. На старте нам дается отряд из мощных гидролизков и зерглингов. Нам необходимо отбить от обезумевших зергов 7 ульев. Если хоть один улей будет разрушен, это провал. Отправляемся на задание. Отбиваем первый улей. Тут особо ничего сложного. Убиваем всех врагов и захватываем улей. К нам на подмогу приходят еще зерги. Однако развивать базу мы не можем. Улья не реагируют на наши приказы. Продвигаемся дальше. Встречаем еще одних непокорных зергов и находим второй улей. Отбиваем и захватываем. Затем захватываем и спасаем третий. И тут на помощь прилетают слепные. Такие маленькие летающие существа камикадзе. Теперь нужно спасать следующий улей. На него напали стражи. Вот тут и понадобится слепный. Суицидимся в страже и гидролизками добиваем. Тут придется отбить волну зергов, которая будет атаковать со всех сторон. Отбив атаку, идем дальше и отбиваем пятый улей. Затем шестой и остается последний. Чтобы добраться до седьмого улья, необходимо воспользоваться каналом Нидуса. И вот перед нами раскинулась огромная база, которая атакует поехавшие зерни. Проводим зачистку местности, отбиваем атаку и дело сделано. Все улья сохранены. Кое-как мы вернули контроль над местными стаями. Но пси-аннулятор по-прежнему представляет собой угрозу. Многие в комментариях неудумевали, почему Феникс и Рейнер спасли Менгска от ареста ОЗД. А вот и ответ на ваш вопрос. Ты думаешь, я хочу убить его за то, что он бросил меня на съедение зерков? Это в прошлом, Джин. Наша взаимная ненависть не помешает общей борьбе с ОЗД. В общем, она хочет, чтобы Менгск помог ей в борьбе против ОЗД. Также Керрига нужны пси-излучатели, которые имеет Менгск, для приманивания зерков. В обмен на пси-излучатель Керриган поможет отбить Кархал у ОЗД. Для начала Рейнер со своей братвой должны уничтожить генераторы пси-аннулятора. Высаживается десант, осадные танки и уничтожаются три источника питания. Теперь в ход можно пускать пси-излучатель. Его будет носить один из КСМ Менгска. С помощью него приманиваем на нашу сторону зергов. Также самое главное приманить зергов рабочим. Прекрасно. Эти зерги помогут мне создать улей. И собрать достаточно войск для штурма пси-аннулятора. Начинаем создавать базу и взращиваем войска для уничтожения пси-аннулятора. Как только основательно база укреплена, пробиваемся отрядом на северо-запад. Там находим залежи минералов и газа. Очень хорошее место для создания второй базы. Недалеко находим мощного ультралиска. Подводим к нему пси-излучатель и вот этот монстр теперь на нашей стороне. Создав армию, ведем ее на вражеские укрепления, прорываемся к пси-аннулятору и уничтожаем его. Это было бы здорово, если бы меня поскорее забрали отсюда. И вот Керриган снова управляет своими зергами. Мы готовимся к штурму на Кархал. Но перед этим нам следует запастись огромными запасами ресурсов. Нам необходимо добыть 10 тысяч минералов. И для этого мы высаживаемся на планету Мория. Кстати, это отсылка к Властелину Колец. И эта планета, как и сама море, богата на ресурсы. Но вот из тайного диалога между Дюраном и Керриган выясняется, что эта баба чернягу мутит. Помимо сборов ресурсов, Керриган нам дает дополнительное задание. Заразить как можно больше командных центров. Нам дается небольшая армия и начинаем искать место для создания базы. Натыкаемся на вражескую заставу, уничтожаем их. Вот тут и будет наша база. Начинаем развиваться. Создаем ударную группу из стражей. Очень мощные штурмовые существа. Летим на запад и находим там еще одну базу врага. Уничтожаем противника и начинаем тут добывать ресурсы. А вот и командный центр. Чтобы его заразить, необходимо как следует нанести ему урон. А затем с помощью королевы заражаем и теперь он наш. В нем можно создавать зараженных морпехов, которые могут подрывать с собой неприятия. Затем создаем армию из стражей и начинаем вытеснять врага с местности. Также враг будет атаковать нас воздушными силами. Для прикрытия стражей создаем армию муталисков. И вот теперь мы готовы громить базы врага и спокойно добывать нужные минералы. И как только мы добыли 10 тысяч минералов, миссия завершена. И вот улья переполнены энергией. Есть огромное число ресурсов, можно начинать атаку на Кархал. Нам предстоит штурмовать самый укрепленный объект в секторе. Наша цель уничтожить все базы противника. Нам дается небольшая база. Есть небольшой отряд и начинаем развиваться. Помимо людей, тут еще есть одна враждебная стая зергов. У нас имеется огромное число ресурсов. Так что быстро создаем армию и начинаем штурмовать вражеские укрепления. Ударной силой у нас будут стражи и муталиски. Давим врага, выбивая его с территории и на его месте захватываем свои базы. Главная база людей находится в нижнем левом углу карты. Это самая мощная база. Также в верхнем левом углу будет база зергов. И вот уже почти вся территория под нашим контролем. Начинаем давить зерговскую базу. Затем строим тут свою базу и готовимся к завершающей атаке на последнюю базу землян. На нее обрушиваем всю нашу мощь стражей, муталисков и даже ультралисков. Громим тут все и вот она, победа! Я снова стал законным императором Доминиона. Вот тут и раскрывается стервозная сущность Керриган. Главная база ОЗД в секторе уничтожена и мы переходим ко второй части плана. Воспользовавшись бравыми пацанами Рейнером и Фениксом, а также генералом Дюком, Керриган решает их убить. И нам, как Церебралу, дается приказ уничтожить базы Феникса и Дюка, а их самих убрать. Никто не должен остаться в живых. Завершился бой за Кархал. Тираны и Протосы отдыхают после тяжелой битвы. У нас есть ровно 6 минут, чтобы молниеносно напасть и разгромить ближние базы, покуда враги не перегруппировались. Собираем всех бойцов и идем сразу в нападение. На западе громим базу Тиранов. Кстати, тут имеются залежи ресурсов и потом захватим это место. Также успеваем атаковать базу Протосов юго-восточнее от нашей основной базы. И вот теперь противник начал перегруппировку сил. Продолжаем щемить врагов. Создаем стражи и муталисков и начинаем крушить окрестные базы противника. На месте уничтоженных баз создаем свои, укрепляем и добываем там ресурсы. Постепенно продавливаем оборону и на одной из баз Тиранов находим генерала Дюка. Он, естественно, в шоке от предательства Керриган и принимает мучительную гибель. Доламываем базу Дюка и переходим к базе Протосов, на которой находится Феникс. Уничтожаем линию обороны с помощью стражи и муталисков. Находим Феникса и его ждет также участь, что и Дюка. Феникс достойно принимает смерть и на связь выходит сам Джим Рейдер. Он тоже в диком ужасе от коварства Керриган и дает слово найти ее и прикончить. Я убью тебя собственными руками, Керриган. Я отомщу за Феникса и за всех, кого погубила твоя безумная жажда власти. Вот и все. Силы противника уничтожены, а Дюк и Феникс погибли. Объединенный земной директорат сумел привлечь на свою сторону некоторой стаи зергов. И теперь все эти зерги представляют для нас сильную опасность. Перед нами стоит задача уничтожить непокорные стаи. В нашем распоряжении имеется несколько баз. Но рано радоваться. Откуда ни возьмись, набегают враждебные зерги и ломают наши базы. Отбить атаку мы не в состоянии на данный момент. Поэтому базы наши уничтожаются. Но есть центральная база и с нее мы будем проводить наступление. Начинаем как всегда развиваться и самое главное нужно обеспечить базе оборону. Далее наша разведка обнаруживает небольшую базу тиранов. На которой занимаются экспериментами и изучением зергов. ОЗД понемногу теряет контроль над стаями зергов и их ученые над этим работают. Нам следует убить не меньше 30 ученых. Но сперва нам необходимо отбить наши утерянные базы. Начинаем с восточной базы. Ударной силой у нас будут стражи под прикрытием муталиска. Выбиваем оттуда врага, уничтожаем все подчистую и захватываем базу. Затем идем отбивать следующую базу, а потом еще одну. Обустраиваем все, добываем ресурсы и наращиваем силы для удара по базе ОЗД. Создаем штурмовую армию стражей. Берем армию муталисков для устранения воздушных атак и высаживаем десант в виде скрытни. Скрытни это мутировавшие гидролиски, которые имеют способность взорваться в землю и бить из-под земли противника мощными шипами. Наваливаемся на врага, сокрушаем базу и убиваем всех ученых. Сара Керриган удумала выкрасть у темных тамплиеров их матриарха. Разжагал. Однако протасы так просто ее не отдадут без боя. Также ими было создано электромагнитное поле, которое ограничивает возможности наших воздушных сил. Так что в бой идет только пехота. Дюран предлагает устроить диверсию, а именно взорвать блоки пилонов. Взрыв отлечет протасов и под шумок можно похитить матриарха. Начинаем на скромной базе. Закрепляемся на местности, добываем ресурсы и проводим эволюцию нашей армии. Как было сказано выше, использовать своих летающих существ мы не можем. Поэтому нашей ударной силой будут ультролиски, гидролиски и прикрывать их будут скрытни, они же люркеры. Создаем армию и начинаем штурмовать первый маяк. Врываемся, убиваем всех защитников, разрушаем базу и к маяку подводим Дюрана. Он устанавливает бомбу и ломимся к следующему маяку. Тут тактика та же. Пополняем наши войска, перегруппироваемся и идем в атаку. Штурмуем блокпост, уничтожаем врагов и подводим Дюрана. Моя королева, последний заряд установлен. Я готов взорвать Талиматрос по вашему приказу. Отлично. Церебрал, пусть мои слуги высадятся на поверхность и выкрадут матриарха. Дюран, взрывай. Активирую заряды. И вот настало время уничтожить сверхразум. Но, как мы знаем, лишь темные тамплиеры смогут причинить вред сверхразуму и его церебралам. Вот для этой цели мы и похитили матриарха Разжагала. Затем на связь выходит Зератур. Он требует вернуть матриарха. Керриган ему объясняет, что матриарх это приманка для подчинения себе темных тамплиеров в борьбе против сверхразума. Керриган обещает Зератулу, что после смерти сверхразума она отпустит Разжагал. Зератул, конечно, не верит, но тут в диалог вступает сама матриарх. Она успокаивает Протоса и велит помочь Керриган. Хорошо, матриарх. Сверхразум не доживет до восхода Луны. На нашей базе имеются врата Протосов, через которые мы сможем призывать темных тамплиеров. А именно, они смогут убить сверхразум. Развиваем базу и потихоньку продвигаемся вперед. Натыкаемся на базу противника. Утюжим ее и захватываем точку с ресурсами. Также на карте будут базы ОЗД, которые подчинили сверхразум. Создаем мощные воздушные силы, тесним врага и попутно захватываем базы. А затем начинаем штурмовать главный оплот противника. Прорываем оборону, проводим зачистку местности и вот он, сверхразум. Десантируем сюда темных тамплиеров и убиваем его. Тут приходит Зератул с требованиями немедленно вернуть матриарх. Однако, разжагал не хочет возвращаться, а хочет служить верой и правдой Керриган. И тут Зератул понимает, дело нечистое. У матриарха промыли мозги. И тяжко вздохнув, Зератул уходит, обещая вернуться. После гибели сверхразума, Зерги вернулись под контроль Керриган. Остатки флота ОЗД покинули планету. Завершена переброска главных ульев, но тут беда. Зератул и его команда смогли забрать с собой матриарха. Разведка доложила, что темные тамплиеры объединились с группой выживших протосов и собирается перебраться на планету Шакурас. А матриарх держат в криокамере. Через 30 минут протосы будут готовы к телепортации, поэтому у нас немного времени, чтобы уничтожить их базу. Начинаем быстро добывать ресурсы. У нас всего полчаса, чтобы уничтожить базу противника. И кстати, если пройти эту миссию за 25 минут, откроется дополнительная миссия. Поэтому не тормозим и начинаем давить противника. У нас будет проблема с газом, так что эволюции можно не проводить. Наши силы и так справятся. Создаем стражи и пожирателей, двигаемся на врага и утюжим его базу. Находим слабое место в обороне противника и обрушиваем нашу мощь. После уничтожения базы протосов находим криокамеру с матриархом. Туда направляется зератул, но его окружает зергий. Отчаянному зератулу ничего не остается сделать, как убить своего матриарха. Тем самым разум разжигал прояснился и в пресмертном вздохе она благословила зератула защищать свой народ. Уж лучше смерть, чем мучить твоей рабыни Керриган. Это очень понравилось Керриган и она отпускает зератула в надежде, что его будет мучить совесть об убийстве разжигал. И тогда он просто уходит. А нам открылась дополнительная миссия. Ко всеобщему удивлению, Керриган сдержала свое слово и позволила зератулу и его собратьям покинуть чар живыми. Измотанные и уставшие протосы отправились на Шакурас в надежде найти там своего боевого товарища Артаниса и тех, кому удалось уйти от Керриган. Итак, протосы потерпели поражение. Матриарх погибла, флот уничтожен, Керриган полностью подчинила все стаи зергов. Но зератул предлагает не отчаиваться и продолжать борьбу. Первым делом нужно найти Артаниса и его воинов. Потом вернуться на Шакурас и обдумать план дальнейших действий. Затем мы обнаружили сигналы протосов на одной из неисследованных лун. По нашим данным, протосы никогда не создавали там колонии. Зератул приказывает держать курс на сигнал. Быть может, там находится Артанис и остатки его армии. И вот, друзья, добро пожаловать в дополнительную миссию. Наша задача найти источник сигнала. В наше распоряжение даются пару драгунов и темные архонты. Выступаем и натыкаемся на группу людей. С помощью темных архонтов переманиваем на свою сторону танки. Разведка доложила, что поблизости имеется база людей. Затем находим криокамеру, в которой находится протос. Из-за непонятной ошибки она взрывается. Далее нам удается захватить научное судно и крейсер. Здравствуйте, командир! Теперь у нас есть неплохой боевой отряд. Продвигаемся дальше и находим еще одну криокамеру с зерглингом. Дальше находим базу людей и с помощью захваченной техники начинаем штурм. Уничтожаем линию обороны, заходим на базу и видим там криокамеру с гибридом между зергом и протосом. Зератул узнает ужасную тайну. Оказывается, Дюран – это бестия еще покруче Керриган. Дюран успешно проводит генетические эксперименты по выводу гибрида из протосов и зергов и готовится с их помощью захватить весь мир. Узнав страшную правду о гибридах, Зератул вернулся на корабль и покинул темную луну. Он не нашел в себе сил рассказать об увиденном своим соратникам и лишь размышлял о страшном будущем, которое ждало вселенную. Ну а мы возвращаемся к зергам. Нами были обнаружены три флота. Дюран исчез, поэтому атаку возглавляем мы. Наша цель – уничтожить все базы противника. Против нас выступают остатки сил Менгска. Ты удивишься, узнав, сколько влиятельных сил в нашем секторе жаждут твоей смерти. Затем вместе со своими воинами прилетел Артанис. Керриган, говорит Артанис, мы прилетели отомстить за гибель Феникса, матриарха и всех протосов, павших по вине Роя. Сегодня ты ответишь за все преступления против нашего народа. Ну и конечно, пожаловал адмирал Дюгаль вместе с остатками флота ОЗД. Даю тебе последний шанс сложить оружие и сдаться на милость объединенного земного директората. Битва обещает быть жаркой. Начинаем с обширной базы. Закрепляемся, возводим оборону и наращиваем боевой потенциал. Как всегда, ударной силой у нас будут стражи под прикрытием пожирателей. Продвигаемся на запад и находим базу людей. Начинаем ее уничтожать. Не ослабляем натиск и после уничтожения переходим на север. Там находится еще одна база людей. Уничтожаем и ее. Далее восстанавливаем силы для последнего удара. Осталась еще одна база протасов. Давим противника, рвем оборону и вот она, победа! Наслаждайся победой, Керриган. Но знай, протасы никогда не забудут твоих злодеяний. Мы еще встретимся. И вновь я стою над истерзанными телами врагов. Я победила, но цена победы была высока. Земной директорат полностью уничтожен, а сверхразум мертв, растоптан и погребен в пепле чара. Что до новых нежданных союзников, я дам им немного времени. Когда-нибудь я вернусь, чтобы испытать их стойкость и силу. В итоге все они станут моими, ведь я королева клинков. Никто не оспорит мое право на власть. Милая моя Эледа, весть о нашем поражении уже должна была достигнуть Земли. Попытки приручить зергов оказались бессмысленными. А колонии, в которых мы должны были подавить мятеж, оказались сильнее, чем мы думали. Что бы ты ни услышала о том, что здесь произошло, знай, Алексей, он не погиб в славной битве. Я убил его. Моя гордыня его убила. Она же погубила и меня самого. Элена, мы уже никогда не встретимся. Передай нашим детям, что я их люблю и что их отец погиб, защищая их будущее. Прощай. Вскоре, после разгрома Дюгаля, Рой Керриган настиг и уничтожил остатки флота ОЗД. Ни один корабль так и не вернулся на Землю, чтобы доложить о произошедшем. Арктур Менгск вернулся со своим разбитым флотом на Кархал, чтобы оправиться от поражения и заняться восстановлением Доминиона Тиранов. Артанис и выжившие Протосы возвратились на Шакурас в надежде возродить свою некогда славную цивилизацию. Дороги Зератула и Джеймса Рейнера разошлись и с тех пор никто о них не слышал. Осара Керриган, королева клинков, стала безраздельной владычицей полчищ ненасытных зергов. Одиноко восседая над выжженной планетой Чар, она задумчиво вглядывалась в безбрежный звездный океан и словно видела в нем великую пустоту. Предвестие грядущей беды, отблеск мнимой победы и тех испытаний, через которые ей еще только предстояло пройти. И вот, дорогие друзья, наше космическое повествование по первому Старкрафту подошло к концу. Первый Старкрафт я проходил примерно лет 10-12 назад, тогда еще полностью на английском языке. Немножко не понимал сюжет, и вот сейчас я, можно сказать, вспомнил. Очень интересный сюжет, очень захватывающий. Проходишь следующую миссию, узнаешь, что будет дальше. Хочется еще дальше пройти. Очень такие живые персонажи, характер у них, у каждого свой. Очень показано Керриган в конце миссии, я уже ее просто ненавидел, вот этот стервозный характер. Это тоже разработчики очень детально и очень атмосферно передали. Все здорово. И писали многие в комментах, будет ли второй Старкрафт. Вы знаете, возможно будет, но немножко попозже. Впереди его в классик, еще всякие есть интересные креативные идеи. Так что я думаю, в скором будущем, почему бы и нет, я во второй Старкрафт вообще не играл, даже не знакомился с сюжетом второго Старкрафта, и мне будет самому интересно пройти. Так что в скором времени, но опять же, я не люблю так вот обещать, как бы, если вам вот хочется это посмотреть, и мне как бы хочется поиграть, то, скорее всего, да, на моем канале будет прохождение, продолжение эпической космической легенды Старкрафта. И, кстати, когда проходил уже Старкрафт, купил я комиксы очень интересные. Можете пройти по ссылочке в описании на мой инстаграм, я там рассказываю вот про этот комикс, мусорщики, очень мне понравился, то есть вся подробная информация в инстаграме посмотрите. И вот еще я тоже один такой комикс прикупил, в стиле манго черно-белого, но еще не читал, вот, буду отдыхать, читать. Спасибо всем, кто был, скажем, рядом, поддерживал, ставил лайки, комментировал, подписывался. У меня просто идея была полностью все подряд сделать по Старкрафту, чтобы уже, как говорится, отстреляться, потому что очень было интересно все это сделать. И работа проделана такая колоссальная. Так что еще раз спасибо, подписывайтесь на канал, с вами был канал Углук, до новых встреч, Лактор Агар! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры создавал DimaTorzok